Всем привет! С вами опять Анна Надырова. Я говорю сейчас из Дубая. Тема нашей сегодняшней встречи, собеседования. Но перед тем, как начать говорить об этой теме, я хочу рассказать, что сегодня прекрасный день, сегодня суббота. К нам приехали наши друзья из Уфы. И мы совсем случайно попали в такое прекрасное место, которое называется Дубай Марина. Это прекрасное шоу Яхта. Я хочу вам сегодня сначала показать это здорово, это красиво, это богатство. Это просто захватывает дух. Посмотрите, может быть, видео не передаст все этой красоты, но все же я бы очень хотела с вами поделиться этим. На самом деле здесь очень много людей. Это последний день нашего... Вернее, когда идет шоу. Шоу идет всего лишь 4 дня. Что можно здесь? Здесь не только увидеть яхты, но здесь можно еще и купить, а еще и продать, если она у вас есть. Вон там как раз наш друг Владимир Казаков, которого я часто, кстати, репостю в своей группе. Теперь вы можете увидеть его. Я надеюсь, ему нравится Дубай. Ну, хорошо, вернемся к теме. Может быть, после этого всего вы уже не хотите искать работу, а хотите открыть свой бизнес и купить такую прекрасную яхту и наслаждаться жизнью. А это все возможно реально. Просто когда вы приедете в Дубай, вам понадобится первое время, чтобы обосноваться. И, наверное, поиск работы – это самый лучший вариант. Потом возможно все. Но главное понять, что вы хотите, ваш ли это в город. Итак, вы в Дубае. Вы разослали резюме. Вам звонит работодатель. Вы дрожащими руками берете телефон. Что делать? Как прийти? Как прийти на собеседование? Какие особенности собеседования? Улыбайтесь, будьте спокойны. Если что-то не поняли, переспросите. Ничего здесь страшного нет. Здесь такая есть особенность по поводу расположения офиса. Здесь нет привычных адресов, улиц и номера домов. Здесь есть просто название домов, название района. И не всегда даже таксисты могут это найти. Поэтому, когда вам говорят, что приезжайте в наш офис, сегодня в 3 часа дня, обязательно попросите скинуть вам конкретный адрес. Может быть, они скинут вам карту, расположение на карте. Location map это будет на английском. Потому что, если вы не будете знать этого, вы просто можете даже не добраться до собеседования. Соответственно, шансы, что вы найдете работу, очень маленькая, равная нулю. Что еще? Больше улыбайтесь, будьте милыми. Здесь очень важны, как просто нисколько какие-то сложности, собеседования, какие-то сложные вопросы. Просто личные отношения. Если вы спокойны, если вы уверены, если вы улыбаетесь, то люди с удовольствием вас возьмут на работу. Подумайте о своей одежде, которую вы одетесь. Я не скажу сейчас нового, но это очень важно здесь. Не приходите в рубашках с коротким рукавом. Одетесь официально. Часто отказывают в работе, иногда просто из-за одежды. Я же говорю, это просто личные отношения. Иногда все решается. Возьмут вас на работу или не возьмут. Просто от личного отношения менеджеры по персоналу, для руководителя. И как прошло собеседование. Вы пришли на собеседование, придите вовремя. Выйдите заранее. Посмотрите карту. Даете. Если вы приедете немножко раньше, это будет лучше, чем если вы опоздаете. Что еще? В принципе, когда вы приехали на собеседование, постарайтесь спросить больше вопросов. Задавайте вопросы про ваши обязанности, про ваш график работы, про то, какая у вас будет зарплата. Если работодатель вам говорит, все, отлично, мы вас хотим взять на работу, пригласим вас тогда-то или позвоним вам, попросите обязательно, чтобы они высылали вам экземпляр контракта. Это вам сразу тоже покажет серьезность намерений. Нормальный работодатель скажет, конечно, без проблем, я вам вышлю на e-mail экземпляр контракта. В принципе, все очень просто, очень легко. Так же, как в России. Просто на английском языке. И знаете, многие люди не могут найти работу, потому что они приезжают сюда и не ходят на собеседование. Им звонят работодатели, и они просто не ходят на собеседование. Тут зарплату не устраивает, тут кто-то не устраивает. А я рекомендую, ходите на все собеседования, потому что с каждым пройденным собеседованием, да, может, вы не пойдете работать туда, но с каждым пройденным собеседованием у вас будет накапливаться опыт, и вы сможете на той работе, которая вам действительно подходит, проявить себя именно так, потому что вы уже знаете, как отвечать на вопросы, вы уже уверены, и вас обязательно возьмут на вашу работу, на ту, которую вы хотите. На этом я хочу завершить. Продолжение следует...